Выпускники Химического института Казанского университета Виталий Федоренко и Александр Прозьиркин приобрели для музея истории Казанского университета уникальное современное оборудование, которое позволяет оцифровывать и создавать 3D-модели музейных предметов. Музеи Казанского университета сейчас активно внедряют в свою деятельность инновационные решения мультимедийной технологии. Цифровой фотоаппарат, сканер для пленок и стеклянных пластин, профессиональное фотооборудование, ноутбук и стол для 3D-съемки пополнили список оборудования музея. Благодаря современному мультимедийному оборудованию, которое музею истории подарили Александр Прозьиркин и Виталий Федоренко, можно создать цифровую музейную IT-лабораторию. Они являются кандидатами наук, работали впоследствии в научно-исследовательском институте имени Александра Михайловича Бутлерова под руководством Юрия Григорьевича Штырлина. Именно он, как их учитель и руководитель, обратился к этим выпускникам университета, которые сейчас уже являются частными предпринимателями. Многие сотрудники музея истории Казанского университета прошли онлайн-обучение в школе цифрового развития музеев в проекте ИКОМ России. Потому что музей должен стать доступен, должен быть открытым для разных категорий посетителей. Но в связи с нынешней ситуацией, с COVID-19, музей должен быть больше представлен в сети интернет. В фонде музея большое количество стеклянных фотопластинок, пленочных фотографий. Экспонаты музея будут оцифрованы и будут доступны на сайте университета через онлайн-коллекцию. По словам Светланы Фроловой, сейчас традиционные представления о музеях ломаются. Сотрудник музея истории Гафаров Алихан, этим летом он поступает в аспирантуру Института международных отношений. Именно он стал делать 3D-модели на этом оборудовании в музее. Также цифровая музейная лаборатория станет учебной базой для студентов Казанского университета, которые смогут научиться IT-технологиям в сфере культуры. У сотрудников других музеев Республики Татарстан появится возможность повысить свою квалификацию на базе университета. Инджимини Баева, Хафиз Гараев, Универньюс.